14 мая. Мы с Чесундрой зашли в машину. Смотри-ка, померен, да? Вроде неплохой, надо поближе подойти рассмотреть. У нас все еще нет бензина, но мы вчера заработали. Заработал, потратил. Мы сходили заправились кофейком. План такой. Едем, заправляем машину на 500 рублей, заскакиваю в первый банкомат, беру 100 рублей с картой и едем на мойку и споласкиваем машину, потому что на эту грязь уже не могу смотреть. Погнали. Фух, короче, заскочил в пятерочку, которая вон там. Ее перереконструировали, называется, да? Так вот, заскочил туда, там нету банкомата, а раньше был. Поэтому хуйковая реконструкция, скажем честно. Еду в Сбербанк, короче, мне надо 100 рублей позарез, чтобы помыть машину. Просто сполоснуть, не собираюсь ее начищать, как кота яйца, короче, тупо сполоснуть. Едем. Как прикольно все выглядит, все такое зеленое, яркое, светлое, прикольно. Все, никого желающих нет, нет. Едем спокойно. Обожаю лето. Ну, только что вот, аллергия не дает мне спокойно жить летом. А так вообще нормально. Обожаю, когда сочно, ярко все. Подуванчики, я вас люблю и ненавижу. Заодно. Вот, сейчас заверну направо и будет Сбербанк. Сучечка моя, не видать. Девочка, вон она сидит. Молодец. Ты мой сладкий. Ты сидишь, меня ждешь, да? Ты мой сладкий. Ты мой сладкий. Что-то, слушай, с ней не то. Что-то ты какая-то, это, вялая. Ты что такая вялая? Все, 100 рублей сняты. Едем, заправляемся и едем в этот такой, на майку. Да, и еще надо будет нам сегодня заскочить, взять корм собачке. Без курицы, да? Ты мой сладкий. Поехали. Глушаком. Вот с таким глушаком. Тойота, видал как? Звучит серьезно очень. Очень серьезно звучит, слышишь? Решил порадовать свою кубейку и плеснуть ему пятого. Прикольно, джипяра. Так, есть пустые места. Едем на моечку сейчас. Сполоснемся чутка. Да, есть. Хорошо, сейчас. Так. Есть. Намылись. Теперь в планах это все хозяйство стереть вообще-то надо. Поехали. Я сейчас вот здесь встану и сотру все это. Намылись. Оттираемся. Собака вот кайфует. Короче, не хватило мне 100 рублей. Ну, то есть, хватило, но не так тщательно. То есть, я думаю, рублей так 200 будет прям сама-то. Собачьи слюни тут. С пеной не мою, потому что ее потом хер смоешь, короче. Будешь потом мыть, она будет проявляться и проявляться. Планой. Ну, вообще, да, покрасить смойку. Старайся все. Опа. Сейчас, короче, тряпку выполощу еще разок и протру капот. Все. Давай, собака. Все. Сейчас еще раз полосну тряпку и выполощу. Ой, выдру капот и поеду. Намылись. Чистейший куб. Летим домой. Ждать времени. Когда наступит время, ехать, заниматься. Поездка домой отменяется. Едем собаке. В прошлый раз я 2 с копейками платила. То есть, за масло и за хладаген. Вот. Фу, у меня пока нету этой суммы. Пропустили чувака. Короче, у меня пока нету этой суммы. Поэтому как только накоплю, сегодня еще у меня ученица. То есть, за налик. Да? И будем смотреть, сколько у нас еще там. Денег, если что. Ну, жить уже нельзя, короче. Пекло такое, что капец. Я летом не помню такого пекла. Хотя нет, летом помню. Ну, чтобы весной такой пекло было. Дома, короче, с утра открывали под окном магазин пятерочку. Поставили там колонки. Включили херовую музыку. Пришлось закрыть все окна. Сижу, потею, короче. Потею ради того, чтобы не слушать это говно, короче. Вообще бред какой-то. Открываю окна. Просто глохнула тут вот. Музла этого гребаного. Жесть. Фу. Ладно. Домой. Короче, прикол, блин. Орвыш и гор. Приехал с базы. Ой, с какой базы, блин. Вот мы ездили с чесундречкой заправились. Купили корм чесундречки. Вот, приехал. Сварганил себе жрачку. Сижу, расслабляюсь. Прилетает мне такое письмо. Саш, а мы что сегодня не занимаемся, что ли? Я в судорогах полез, короче, искать график занятий и нахожу, что в 13.00 мы занимаемся с Екатериной. Судорога смотрю на время. Ну, было, было уже что-то 13.07, что ли. В общем, я ей пишу, говорю, сорян, все такое, лечу. Вот, она говорит, ладно, говорит, не лети, что-то я плохо себя чувствую и, короче, поеду домой. Вот, то есть, Альфавр Викторович уже зарапортовался, то есть, да, уже не сечет, то есть, фишку. Но назначал себе занятий и не отслеживает, то есть, позор, короче. Позор. Такой позор просто вообще капец. Аж это со стыда сгора. Ну, не то, чтобы прям сгора, блин, так неудобно, капец. Сейчас, сегодня у меня 21.00 еще ученик у Мансура. Постараюсь, постараюсь его мне это, не проспать. Ладно, увидимся. Мы поехали вне школы варванов на индивидуальное занятие. Я приехал в 12, по-моему, да? Это температура охлаждайки. Ну, там стоит дача. Представляешь, да? Пекло какое. Иди сюда. Челси, заплелый косичку, или хвостик, как это называется. Не знаю, что ты. Захотелось бы. Видишь, ты? Прикольно, по-моему, смотрится. Как будто, ну, девочка же. А то все спрашивают. Это кобель? Какой это кобель? Неужели не видно, что это девчонка? А? Кобели, они же такие. Эээ. Да, Чеся? Тебя кобелем называют. Ну, ты мысли, а ты. Поехали. Свою. Капец. Забыл про нее, то есть. Я почему-то думала, что она у меня на 6 вечера. А она на час дня. Она приехала, а у меня не ма. Короче, капец. Ну, и вот я знала, что у меня есть ученица. Поэтому не стала забирать ноты с собой. Вот сейчас еду на базу. За нотами и валим в ней в пол. Погуляем немножко с собакой. Какие дела. Позорище. Приперлись на базу. Я прям переживаю теперь насчет завтрашнего дня. Ну, то есть. Я не уверен, что я смогу подать какую-то информацию там. Людям, которых будет там больше, скажем, больше, чем 4, например. Вот. Что они ждут от меня, допустим, мне интересно. Что я смогу им? Смогу ли я их убедить? Ведь, в принципе, я не собираюсь, да, убеждать никого ни в чем. Я должен просто рассказать, как зарождается звук. Как это сделать. Как сделать свой звук постоянным, наверное, да. Он стараться таким, таким, быть таким, то есть законодателем звука в группе. Потому что барабанщик, это хороший барабанщик, да, в группе. Это уже полдела, то есть. Если группа так, допустим. Ну, обычно, как говорят. В хорошей группе плохой барабанщик, типа, хана группе, да. В плохой группе хороший барабанщик, типа, норм группа. Ну, то есть. Я не особо-то верю, как бы, допустим, в той группе, в которой люди играют там на ненастроенных гитарах, допустим, да. И ты такой пришел весь такой с топовым железом, с топовыми, там, барабанами, там, играешь, там, с понятием. То есть. Ну, вряд ли ты, это, поднимешь им статистику, то есть. Ну, сомневаюсь я. Скорее всего, они подумают, что... Что они... Что они что-то не то делают, как бы. Короче, херня полная, короче. Я не знаю, как я буду завтра. Ты понимаешь, что? Я не знаю. Я не знаю, что взять. Я буду заводить речь о звуке по-любому, потому что звук это моя тема. Я люблю извлекать звук из барабанов. Ну, тогда мне нужны эти барабаны туда, потому что из тех барабанов... Ну, все равно, что из табуретки звук вышибать. Ну, там, допустим, там, а можно найти, бочку можно найти, но снейров приличных там нет. Ну, тогда, что ты паришься, бери свой снейр и свое железо, так? И свой педаль. Наверное, так и поступим, да? Возьму, короче... Возьму, может быть, навесной том, чтоб меньше тащить с этой стойкой, да? Чтоб его поставить. А напольный том... Ой, ну, там, бля, ну, там тоже там атаки, конечно. Ну, они плоские, они очень плоско звучат, на самом деле. Там толщины дерева нет, там и дерева как такового нет нормального, то есть там... Ну, то есть это бюджетные барабаны для учеников, студенческие барабаны. Нельзя говорить о звуке, играя на студенческих барабанах. Вот это же пара вообще, капец. Не знаю, что делать. Спасайте, спасайте, накидайте комментарии, что делать. Хотя это бредно, это уже будет поздно. Я бы взял всю установку, на самом деле. Взял бы всю установку, поставил бы ее. И завел бы речь о том, что нужно стремиться к вот такому. Что нужно стремиться, понимаешь? Не нужно всю жизнь играть на каком-то ведре. Нужно стремиться к хорошей установке. Нужно изыскивать средства. Нужно копить, нужно искать свой звук. Зачем я здесь все это говорю? Я должен там все это говорить. Ладно, выключусь пока. У нас какие дела? Я немножко постучал. Прикинул, что к чему. Как построю свой мастер-класс. В принципе, непонятно, на чем я буду строить. И еще плюс то, что пацаны согласились мне помочь. И сыграть пару треков. Там тепло. На мастер-классе. Это будет очень круто. Через смех я грех. Александр Викторович. Хрен с ним стал забывать выключать газ. Это еще простительно. Но то, что он забыл ноты, это вообще капец. Что-то у меня тут грохочет. Я не могу понять вообще. Что-то вот прям. Ладно, хер с ним. Пошли. Жесть. Ладно, хоть вспомнил вовремя. Капец, позор. Какой, блядь. Снейр взял, педаль взял. И что бы ты делал, блядь? Что бы ты сейчас делал, блядь? Старый. Вообще пиздец. Просто жесть. Ладно, хоть не успел. Выехай. Из дома. Блядь. Блядь, это... Ёк, молодец. Сука, тварь, блядь. Так. Нотки, 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 нотки. Вот они. Теперь все. Порядок. Похуяри. Блядь, блядь. Как, здесь не знаю, у нас на базе, да? Вот дверь, да? И вот дверь, через которую все видно, блядь. Там, как бы, ну, видно, да? Вот дверь, еще одна дверь имеется. Я не знаю, честно говоря, не знаю, кто это. Там, что случилось. Вот. Без понятия. Хоть, хоть вторичный, хоть первый раз. Мне без разницы. Как бы это. Но... Это же, как бы, программа моя. Программа, по которой я учу. Она должна быть полюбас. Все, выпиздовываемся отсюда. Лучше на старт, погнали. Оп, 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 оп. Еще пыль не улеглась, как я прилетел. Тут поливал, короче. Что-то грылит сзади, сука, затолебала вообще. Просто затолебала. Времени у меня час, прикинь. Целый час у меня времени. Можно вообще никуда не спешить. Ты понял, Александр Викторович? Нехер тут газовать будет. Никуда не спешим. Целый час времени у тебя есть. Ты все успел, ты все взял. Фу, все, покатимся. Блядь, как узнать, что гремит в багажнике, а? Вот как узнать? Расскажи мне, как узнать, что у тебя гремит в багажнике. Жесть, просто заколебала. Мусульмане есть на канале? Отпишитесь. Говорят, у вас праздник. Так вот, с праздничком у вас всех. Ну и пофигу, что он божественный. Мне все равно. Я в бога не верю, но с праздником, как бы, поздравить. Меня не впадло. А что вот. Летим. Вне школы барабан. Только я выключила камеру, слышу, короче, такой, знаешь, шум удаляющегося мотоцикла такой. Ну, типа, как звук такой, знаешь, Формулы-1. Короче, вот что-то такое слышу. И чуть проезжаю там 100 метров и вижу, короче, стоит мотобат. Три, три, шпака или четыре, короче, очень много их. И они, как бы, переезжают с это, через проспект, то есть, все их пропускают. Они переехали через проспект с моргалками, спецэффекты, люстры, все дела, короче. Как они взраснули по морджане. По морджане, короче, как взраснули, я не знаю. Чувак умчался, спрятался, сховался где-нибудь или нет, но это жуть, короче. Ну, что, день обломов сегодня. Одну ученицу я проморгал, вторая сама меня проморгала. Вот. Короче, мы заскочили с чесундречкой в Макдак, взяли биг-тест по этому поводу. Сейчас будем на стоянке жрать все это дело. Коктейль, вот биг-тестей. Короче, будем растить жопу. Короче, два ученика должно быть сегодня. По факту, ни одного. Ну, ладно, что, подумаешь. Блин, и не такое было. Так, прохожу. Налево смотрим, проходим. Проходим. Все. Короче, стоим, живем. Всем до завтра. Пока. Увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok